Сейчас мы выслушаем выступление ее превосходительства Эрна Солберка, премьер-министра Норвегии. Имею честь приветствовать премьер-министра Норвегии, ее превосходительство Эрна Солберка. Представляю слово для выступления на зоне Генеральной Ассамблеи. Господин председатель, ваши председатели, дамы и господа, организации исполнилось 70 лет. В самом начале, на первом заседании Сан-Франциско, когда редактировался устав, он, президент Трумэн заявил о том, что вы, члены этой конференции, должны стать архитектором построения более спрошенного мира. Именно в ваших руках находится ключ от будущего. И он был совершенно прав. Устав Организации Белоруссии хорошо служил человечеству в течение 70 лет, несмотря на многочисленные вызовы. Были большие достижения, деколонизация, учреждение всеобщих прав человека в цели развития Шресии, а также сокращение числа межгосударственных конфликтов. К сожалению, мы отмечаем эту 70-ю годовщину. Тогда, когда силы беспорядка, дискриминация, насилие и хаос снова на подъеме, международные права, универсальные нормы и права человека нарушаются государствами и негосударственными формированиями. Одно из последствий – это крупный кризис беженцев, в связи с этим, которые мы являемся в Союзе. Сейчас, когда возникло 60 миллионов беженцев, и ВПЛ – все государства пользуются преимуществом глобального порядка, где право стоит выше силы и другие правила, которые касаются признак границы. Этот принцип гробно нарушался в течение Европы в течение последних двух лет и изменялся в политический ландшафт Европы. Мы должны вернуться к ситуации, когда все государства выполняют свои обязательства по журнему праву. Господин председатель, четыре наиболее серьезных гуманитарных кризисы – это по существу политических кризисов, алчные для власти политики, вооруженные группировки, военные лидеры, игнорируя тяжелую судьбу народа в этих странах, Киржный Судан, Йемен, Сирия и Ирак. Когда государственные власти игнорируют вероятенство права и не могут выполнить обязательства прав человека, это приводит к хаосу и конфликту. Региональные и глобальные последствия кризисов выходят далеко за пределы этих стран. В течение 2015 года ООН провела три важных обзора мероприятия – обзор миротворческой операции, обзор миростроительной архитектуры и обзор резолюции 1325 Совета безопасности ООН. Эти обзорные мероприятия станут важным средством для того, чтобы повысить эффективность нашей работы в области мира, безопасности, прав человека, посредничества и предотвращения конфликтов. Мы должны сделать так, чтобы у ООН были необходимые средства и политические поддержки для того, чтобы добиться политического, дотратить политическое отшуждение и низкокачественные системы управления. Только так нам удастся предотвратить гаментарные кризисы. Поставленные члены Совета опасности несут себе особую ответственность. Норвегия призывает все государства присоединиться к предлагаемому кодексу поведения для того, чтобы дать возможность Совета безопасности действовать решительно в случае, когда отворятся массовые причинства и поддерживаемые французские инициативы о приостановлении права бьетов подобных случаев. Мы хотели бы также нарастить наши усилия в поддержку мироторского потенциала ООН и его примитивного потенциала. Поток оружия в зоне конфликтов и отсутствии защиты гражданского населения приводит к росту страданий человека, ДТО с регламентарными целями дает нам важный инструмент для решения подобных проблем. Генеральный секретарь ООН призвал все стороны конфликтов воздерживаться от использования взрывчатки в госнаселенных районах. Мы поддерживаем этот призыв. Мы поддерживаем этот призыв. Как островские конференции по безопасным школам мы одобряем основные принципы по защите школ и университетов от военного использования во время конфликтов. 49 стран уже поддержали декларацию и они взяли на себя соответствующее обязательство. Мы призываем другие страны последовать их к примеру. Господи, председатель. Мы видим результаты, которые были достигнуты в Ираке. Мы надеемся, что они будут достигнуты в Южном Судане. Норвегия намерена поддержать временное соглашение для того, чтобы помочь Южному Судану выйти из этого саморушительного конфликта. Кризис Сирии, который начался с проведения мирных протестов, призывающих к свободе, был жестоко подавлен. И поддержка прав человека это одно из главных обязательств у правительства. И массовый исход из Сирии является прямым следствием, насилие которого было развязано правительством. Конфликт с Сирией также позволил таким экстремистским гражданам, как ИГИЛ, укрепиться там. Сейчас и правительство, и такие неправительственные куруровки, как ИГИЛ и Франталь-Нуссера, совершают страшные преступления. Распространение этих экстремистских группировок должно быть остановлено. Норвегия будет руководствоваться глобальными нормами, реагируя на кризис. Мы соответствуем конвенции ООН 1951 года по беженцам принимаемости беженцев и выполняем нашим обязательствам прав человека. Мы согласились принять большое число беженцев из Сирии и других соединенных стран в рамках по переселению код по переселению ООН. Мы также предпринимаем усилия по спасению беженцев в Средиземном море. И мы уже увеличили помощь Сирии, намерены предоставить ее в больших объемах. Мы будем проводить себя конференцией доноров совместно с Германией и Организацией Объемных Наций. Когда руководители не могут взять на себя самые элементарные задачи, международное сообщество должно использовать тогда арсенал тех средств, которые имеются в ее распоряжении ООН. ООН разработала много глобальных стандартов. 15 лет тому назад Совет о опасности ООН принял резолюцию 1325 по теме «Женщины, мир и безопасность». Это была эпохальная резолюция, но ее реализация затягивает слишком надолго. В нескольких истерзанных войнных городах в Сирии группы женщин призывают к прекращению огня и эвакуации. Они делают это, рискуя своей жизнью. И их самоотверженность должна служить для нас источником вдохновения. Мы должны активизировать усилия по осуществлению резолюции СБООН по «Женщинам, мир и безопасности». Господин председатель, 70 лет тому назад мы взяли свои обязательства искоренить экстремизм. Борьба с экстремизмом должна вестись и в наших странах. Экстремизм еще раз, в очередной раз, поднимает голову, но уже проявляется в других формах и ракурсах. Идеология хаоса, дискриминации, насилия, разрушения, доминирует идеология ИГИЛ, Аль-Каиды и других организаций такого рода, международное сотрудничество на всех уровнях. Это то, что необходимо, чтобы одолеть эти организации. В июне Норвегия принимала у себя европейскую конференцию по борьбе с насильственным экстремизмом. Тогда была запущена сетевая европейская организация и глобальной контрастической стратегии ООН остается крыгольным камнем всей нашей работы. Мы также приветствуем инициативу генерального государя по разработке нового плана действий ООН. И я хотела бы подчеркнуть важное значение включения девушек и женщин в планирование и в осуществлении усилий по борьбе с насильственным экстремизмом. Господин председатель, недавно принятые цели устойчивого развития и служат очередным примером той важной роли, которую продолжает играть наша организация. Мы знаем о том, что здравоохранение и образование имеют важнейшее значение для инклюзивного роста и создания рабочих мест. Эбола, целый тревожный сигнал для всех наших образований, также имеет очень важные значения для решения конфликтов и для того, чтобы отстроить общество заново. Однако, когда речь заходит в образование, то нам нужно изыскать средства для того, чтобы сделать большие инвестиции в эту сферу. И в качестве первого шага была создана Международная комиссия по финансированию глобального образования. Комиссия была объявлена на Оословском саммите по образованию и развитию. И Норвегия намерена удвоить свое вносное образование в 2017-е годы. В случае развития невозможно безложений прав человека, поэтому очень важно, чтобы ООН также действовало и на этом направлении. Если мы не предоставим финансирование для усилий в области прав человека, нам не удастся добиться тех результатов, к которым мы стремимся и которых мы хотим. Организация Соединенных Наций не следует рассматривать как некое бремя расходов. Она предоставляет такие варианты решений, которых выиграют все. И я хотела бы привести два примера, где это видно особенно ясно. Организация Объединенных Наций приняла комиссию по морскому праву. Ее называют Конституцией океанов. Она представляет четкую программу деятельности в морях и океанов. Она регулирует права обязанности государств. И ее следует сводит во всех случаях, когда речь идет о снижении напряженности, вращении конфликтов и поиске мирных решений. Климатические изменения – это совершивший факт. Климатический саммит в Париже позже в этом году открывает председательную возможность взять на себя такую ответственность и принять меры. Мы, государства-члены, должны воспользоваться этой возможностью во имя нашего собственного будущего как стран и как сообщества, глобального сообщества всех наций. Господин председатель, мы можем стать тем поколением, которое одержит победу над крайней нищиной. Мы можем стать тем поколением, которое сможет протратить политические кризисы, не допустив их прирастания в гуманитарные кризисы. Мы уже стали первым поколением, которое почувствовало на себе антропогенное изменение климата. И мы также должны стать поколением, которое их остановит. И мы должны стать тем поколением, которое наконец поймет, что права на образование должны быть предоставлены всем. И поскольку устав ООН – это наша отправная точка, мы должны адаптировать глобальные нормы для решения крупных новых вызовов и силы беспорядка, экстремляции, насилия. Хаос должен быть остановлен. ООН – это важнейшая площадка для разработки общих мер, чтобы решать общие угрозы. Мы должны в полной мере использовать ее потенциал для того, чтобы устроить угрозы, которые мы сталкиваемся сегодня, от климатических изменений до терроризма. Мы таким образом должны обеспечить такую ситуацию, когда ООН будет и в последующие 70 лет хорошо служить всему человечеству, и Государственной ООН, по словам Гарри Трумана, могут и впредь быть архитекторами построения более совершенного мира. Спасибо. ООН – с имени Генеральной Ассамблеи, разрешите поблагодарить премьер-министра Караиза Норвегии за то, что сделал на это заявление. Я попрошу саду на протокол. ООН – с имени Генеральной Ассамблеи, разрешите поблагодарить премьер-министра Караиза Норвегии за то, что вы можете сделать на это заявление. ООН – с имени Генеральной Ассамблеи, разрешите поблагодарить премьер-министра Караиза Норвегии за то, что вы можете сделать на это заявление.